Здравствуйте, Валерий Константинович. Подскажите, пожалуйста, как победить черный рак в саду, если уже он был до подкопки сада? Деревья не калечим, ну, то есть он уже ссылается на то, что он уже что-то знает от меня. Как вы учите? Можно в понедельник на вебинаре. После вебинара я не смог. Я до сюда дошел, вот до сюда. Так вот, я не видел вашего рака. Еще раз, черный рак, это грибковое заболевание, имеет специфическую форму. Есть, допустим, огневица, есть красный рак, есть черный рак. Он имеет свойство, как будто потрогаешь, как будто сажа, и это есть. И вот ему, черному раку, присудили смертную казнь, хотя убить его невозможно, в принципе. Его можно задержать в развитии. То есть помешать жрать мертвичину. Понимаете? Вот. А на самом деле он абсолютно безобиден. Он не жрет деревья. Еще раз, когда-то Александр Павлович повторит это же на конференции, на симпозиуме. И будут, знаете, помните этот фильм знаменитый, когда Иван Павлович, он за нагрузку говорят, он начинал с того, что он должен был доказать свою правоту. И он собаку показывал, значит, ее в желудку подсоединял трубки и показывал реакцию собаки, ну, допустим, на еду. Вот он, сок бежит, не бежит. Тогда это было круто. А в зале, в первых рядах сидели крупные ученые маститы, они его ненавидели. Ну, главная причина, я считаю, потому что сами не догадались. Вот. Все-таки он потом стал, ну, говорят, а в тот момент, в задних рядах стояли студенты. Повезло тебе, Александр Савельевич, что сейчас тебе такого нет. Студенты изжимали в руках гнилые помидоры и тухлые яйца. Вот. И кто-то из профессоров, кто это подстроил, подговорил, должен был дать команду. И вот они смотрят, а действительно, когда показали собаке кусок там свинины или чего, или там это, копчености, из нее сок потек. Вот. И получается так, что, ё-моё, а ведь он-то прав, а ведь рефлексами-то командует, рефлексы командует живыми существами. Сейчас это в школе мы проходим, а тогда сотни студентов держало в руках тухлые яйца. Но, правда, бросить не пришлось, потому что он был убедителем. Но, Ирина Александровна, когда ты будешь над симпозиумами, на этом, на слете на каком-то, на семинаре, вот. У себя в своем кругу ты можешь говорить все, что угодно. Но, когда ты будешь там, где будут маститы ученые, вот, тебя, как мне, или микрофон открутил, или сказать, закругляйтесь, или сказать, вы, девушка, не сюда попали, вот. Вы что, совсем на голосе потеряли? Разве можно говорить, что черный рак не жрет деревья? А он не жрет деревья. И вот, получается, в данном случае, человек, вот, если он наберет черный рак, у него будет выдано несколько, не десятков, а сотен, рецептов, как с ним бороться, начиная от стамески. Представь себе, вот эти. Начиная от стамески. Все это вырезается так, как будто это плотник работал. Вот. И кончает десятками ядов, и чем только нет. Это, их не переделать, и, Елена Александровна, на этом твоя карьера и закончится. И будешь ты, я специально говорю, я утрирую. Я в таких случаях жестокий, хоть ты моя лучшая ученица. Вот. Наравне с Сергеем Железом. Вот. Я утрирую. Будешь ты торговать саженцами. Пользу приносить будешь. Но миллион на разовую пользу ты уже никогда не принесешь. Скажи только, что черный рак, он безобидный. Что он не колесе деревья. Но. Пока в нашем среде, я говорю, черный рак деревья не калечит. Вот. Заниматься может только, если вы болезнью. А вот, простые люди. А вот этот человек, откуда он знает? У него все-таки, я же не видел ее фотографии. Не прислали. Но что было это? Если это все-таки бактериальная болезнь, то ей, извините, нужны антибиотики. Все что угодно. Ну, но никакие эти. Уничтожив черный рак. Или, вернее, задержав его развитие. Яда же, яда же. Заодно развитие дерева. Извеченная почва. Отравленные черви. Вот. Отравленные бактерии, которые ненавидят. Грибы, которые ненавидят. Я всегда поражаюсь. Куда зашли? Перешли черту, смысл. Вот. Я для Елены говорю. Нам нужны такие люди. Так вот. В понедельник на вебинаре. Еще один человек. Найду тему. Вы говорили про Абакан. Как там была эпидемия рака. Вот. Я не говорил эпидемия рака. Я говорил эпидемия бактериального рака. Причем слово рак я применял для жуки. Рак. Вот. Дальше человек пишет. Я был под синим в 2000 году летом. И видел там большие яблоки. Крупнее кулака. Так что только подпорками спросили. Да. Но это все в прошлом. Под синим. Так же как в наших центрах. Майли, Чаревушка, Савиногорская. В нашем эти самые. Вокруг города очень много дач. Частный сектор. Вот. А еще Минусинск. А еще Абакан. И даже лучшие места Абакана. Они называются там. Кара Самохвал. Вот этот же под синим. Яблок было. Они все-таки по надежи. Тех же Абрикос. И в плане. Это самое. Мазостойкость выше. И вот самое. Им. Позже попадают под заморозки. Тем не менее. Бактериальный рак. Еще раз говорю. Рак. Я беру кавычки. Бактериальный рак. Уничтожил. Сотни тысяч. А может миллионы. Яблок. У нас. Все мои соседи. Везде. Заметим. Везде они были уничтожены. Соседи сдавали. Имея по 10. 15. 20. Яблок сдавали. По 100. По 200. Житом. Скупчиком. Отборных. Кур. Отборных яблок. Теперь их нет. Остались. В Сибирке. Окультуренов. Сокиналочка. И еще. Ранецкий. Ранецкий. В основном. Эта же штука не тронула. Вот. И не тронула. В некоторое количество. Если не подходили к ним. Это я. Человеку это объясняю. Который. Наверное. Если не подходить с секатором. Даже видя раны. Любые раны. Не подходить с секатором. Не подходить с тавеской. Не подходить с щеткой. По металлу. Вот. И тогда. Они еще. То есть. Не калечить. Крону. Ничего. Не совершенство. Дерево. Которое якобы. Бог создал неправильным. Одна из глупейших. Важнейших. Необыкновенных. Звериных технологий. Признать. Что Бог создал неправильное. Каждое дерево. Каждое. Каждое. Ну будем говорить. Каждое плодовое. Так вот. Значит. Остались еще какое-то количество родеток. Почему? Они нахрен никому не нужны. И вот когда смотришь. Вот с этими вот. Я потом покажу. А. Я перенес. Не перенес. Зачем не успеваю. Сегодня день был такой страшный. Во многих отношениях. Привет вам от Юли. От Сергеевны. Знаете. Мельникову. Немножко вам санкции продавала. Посылки фасовала. Красноярские. Разрезали ногу. Лежит в коридоре. Да здравствует советская медицина. Которую назвали. Как? Упорение от неупорядочения. Другое слово назвали. Когда половину больниц закрыли. Как ее назвали? Несистематизация. Еще есть одно слово. Подлое. Им скрыли это. Ладно. Ну в общем. Привет вам от этого. От. Дай-то Бог вернется. И дай Бог не на костылях. Это вам от Юли. Которую вы знаете. Которая. Сколько хорошего вам принесла уже. Пусть немногим. Так. А я ищу. Мои. Я ищу деревья. Которые вечно я. Посадил соседу. Вот. И так как мне надо было спасти Аленушку. Вот я Аленушку-то и. Два дерева им посадил. А я-то думаю. Все равно они продавать собрались. А. Ну и хорошо. Продавайте. А. Я сохраню. Потому что у меня места не было. У меня всего одна Аленушка была. Ну-ка. Где же ты моя Аленушка. Помню фотографировал. Через забор. Ой. Ну что. Другой раз найти. Вот. Ну я бы хотел показать. Что. Именно потому что Аленушка. Или потому что это вот такая ранятка полукультурка. Она и спаслась. А и соседи. Секретарь не подходит. А зачем подходит. Каждый год 10-15 метров. Все. Проехали. Ладно. Разговорился. Итак. Что получается. Мы берем дерево. Которое росло в моем саду. Смотрите. Я виноват. Если в чем-то виноват. То это не сильно. И когда мы смотрим на вот эту фотографию. Когда-то мы ее обсуждали. Так. Да. Это черный рак. Да. Это верно. Но. Вы скажете. Вот он жрет. Вот. Помните как. Нет. Дай Боже. Если мы возьмем. Пальцу. Пальцу. Именно вот этих грибов. Смертельных. Злючих. Вот. И где-то она попадет на дерево. И начнет его жрать. 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 Нет. Ребята. У меня всегда нахожу причину. Эта же фотография чуть больше. Внимание. Вот она причина. Если бы не было бы вот этой вот раны. Вот этой вот. Видите. А я ее не делал. Эта рана. Это сад железа. Она образовалась только от того, что рухнула ветка под урожай. Бывает. Не уследишь. И тогда. Внимание. После этого. После этого. Здесь была нарушена. Ну назовем это кровотворение. Сок. Мое любимое слово. Сокодвижение. Лучший кровоток. Вот здесь вот. Мороз сюда пошел. Перекрыл. Вот эти. Посмотрите. Темно. Видите. Вот темно. 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 Были перекрыты сосуды. Они были умерщены. Внимательно смотрим. Мы вышедем. Заметили. Вот. С той стороны это дерево целое. Там нет этой раны. Там с той стороны нету. И там вот такое вот. Ну как. Вот. Как ниже. Что с Серегинка. Только над раны. После страшной зимы. Появилось вот это вот. Дерево начало погибать. И тут уж извините. Причина. Я считаю. Механическая. Плюс сибирский мороз. Вот теперь все стало на место. И каждый раз. Нет. Через раз. Но когда на этих каналах. Глополучных. Где. Чек искренне говорит. Помогите. У меня погибает. У меня погибает. Вот так вот. Сейчас. Примерно. Примерно вот так вот. Если я повторяюсь. Не обижайтесь. Это все. Это все для будущих книг. Вот. И вот все говорит. Вот такая же абсолютно фотография. Юрий Владимирович. Брат мой. Вот с Костромой. Подтверди. Вот такая же фотография. Тут же приказ. Вырезать. Так. Но это нормально. Почему бы не вырезать. Дальше идет десяток. А каждый по три по пять флаконов советует купить. Причем разных. Да. Вот. И ни один не сказал. Девушка. Приселите еще одну фотографию. Это я сказал. Приселите еще одну фотографию. Это же. Вот она. Вот она. Вот она. Приселите. Так вот. Девяносто процентов. Девяносто пять процентов. В некоторых случаях ста процентов. Дерево начинает гибнуть здесь. Сюда сок не поступает. Почему? Перекрыт сок. Больше нет. Все гниет. Гниет. Гниет здесь. Извините, что я повторился. Это вот к этой фотографии. И вот к этой. А они же как? Еще показывают фотографии. И опять погибает дерево. И отчетливо видно пять, шесть, десять ран на кольцо. И человек жалуется. Изувечил дерево. И жалуется. Почему? У меня дерево погибает. Я вам таких показал не один десяток. Вот такие мои разговоры. В некоторых, правда, таких мало. Меньше, чем пальцев на руке. Вызывает сглоба, ненависть. Вот. Так не хочется думать, что вот эта причина. Так не хочется думать, что это. Что ядами не спасти. Не спасти. А то, главное, кто-то отрежьте. А кто-то просто. Опрыскайте, и оно восстановится. Кормите этих самых торгашей. Так. Это на прошлом вебинаре. Помните, проходили. Режьте летом. Вырежьте все мелкие. Это все проходили. А потом. И причем интересно. Они не знают, что на дереве бывают плоды. Берется дерево. Берется схема. То есть, его нарисуют. Так. Нарисовали. Ну, вот так же. Вот дерево и дерево. Вот корни, крона, штаб. Все есть. Вот. Но оно нарисовано. На нем. Черточками показано. Отрежать. 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 Что взрослое дерево. Учит резать летом. Он не знает, что на нем плоды вырезать будет все. Ну, буквально все. Ладно. Но это мы проходили. Так. Вот это интересная фотография. Вот. Почему? Так вот случилось, да? Ну, я бы сказал, я сам не часто такое вижу. Это и тот психотеринец. Один из них. Просто фотография интересная. Я бы мог, знаете, вот, есть такое выражение. Ловкость руки, никакого мошенства. Да? Вот. А у меня помощники, да будь здоров. Захотим, сделаем. Это коловидный абрикос, да? И будете покупать по двойной цене, да? Вот. Только, извините, это. Попадаются же люди. Честные. Попадаются. Вот один из них вызвали. Сергея, я помню, убеждал. Нет, не обманывать. Говорю, ну, вот вырасти ты в горшке. Растишь. Привил в конце марта, начале апреля. Почти по зиме. Проходит месяц. Вот такие ростки. Да выкапывай с горшком и продавай. Ну, и сотни, две, три погибнет. Вернешь или деньги, или эти. Деньги-то нужны. Нет, надо до осени. Нет, я не буду. Это халтура. Я же это продавал. На меня обижался один человек там из этих. Может, из 50-ти обижался. Но я же от него никуда не девался. Я ему новый саженец вручал. Уже не вот такой, а уже вот такой. Вот. Нет, не буду. Я не халтурщик. А папа твой халтурщик. Ну, и разговаривался опять. А вот то самое дерево, которое противостоит тому. Искоречное. Помните у соседа. Лунные календари. Те темы лунных календарей, я бы не... Это вы молчите, я молчу. Но дело в том, что продолжает их печатать. Вот. Астрология – это никакая не наука. Это совершенно исключено. Вот. Влияет ли луна на деревья? Влияет. Спора нет. Другое дело, что... Я приведу пример. Еще когда не было интернета, а меня печатали газеты. Причем не маленькие. И вот. И особенно... Не обижались на меня. Да, вот он напечатал на календарь. Главный редактор. С которым я... Я же и дружу. Вот. И тут же мое этого... Чуть ли не матка. Статьи мои. Почитайте. У меня есть диск номер 4. Там написано. Есть бронежные статьи, там их сотни. Только их никто не покупает. В электронном виде сейчас... Ой, некоторых уже аппаратуры нет. Вставлять этот круглый диск. Но нет. Сделали мы с братом электронные. Тот за 300 рублей. Господи. Водку уже за 300 не купишь. Опять цену подняли. Бутылку водки. Ну, это же можно диск купить. Где сотни статей. Вот. И где фактически уже другим языком, к которым люди привыкли. Газетам языком. Там же нет воды. Там же это. Это газета. Вот. И подпись железа. Ну, можно же было это. И календарь напечатать. И как я называю, этот календарь. Вот так вот. Вот так вот. Вот. А сейчас все вроде притихло. Ну, зачем я тогда печатаю? Значит, кому-то они нужны. А самое страшное. Я отучил от самого... Одно из крупнейших изданий. Я железом. Когда начал печататься. Нет, не у них. Они напечатали пару статей. И заснулись. То есть, перестали меня печатать. А когда я начал других печатать, коровы вышли с ума сошли. Какая обрезка в июне? А там с точностью до недели, с точностью до дня, с точностью до часа и с точностью до минуты в июне. Какие хрен минуты. Какие дни в июне. Нельзя резать. Не восстановится же. Даже близко до зимы не зарастет. У нас настолько короткое лето, что даже вовремя вроде пореваешь. Режешь. В марте, в апреле. Все равно не вызревает. Все равно гибнет. А тут в июне. Читаем дальше. 15 июля с 8 утра до 17 вечера. До 17 часов 28 минут. Секунду только не стали ставить. В июле, в августе режем. В сентябре, в октябре. Ну тут уж я им выдал. И они, а им же надо что? Заполнить каждый день. Вот там не хрен делать. Но мы все должны каждый день работать. Открыл лунный календарь. А там не на каждый месяц, а на каждый день вам обеспечена работа. Если уж совсем нет, они обязательно напишут. Заточить лопату. Все равно найдут работу. Но это ладно. Мы же не такие дураки, чтобы выполнять все это. Но резать подлейшая вещь в лунных календаре, которые приучили миллионы людей резать все в любое время года. Повторяю, в любое время года. В любой месяц года. На восходящую луну режьте, на нисходящую не режьте. Как будто от этого рана вывода. А такие, как эта дама эта самая, Поливкина. Вот. Фотографию. Нашла ее в интернете, вставила. Вот такая рана. Вот такая. Зарастет. Вот. Кто первый носил? Лунные календари или вот такие вот специалисты? Только ради того, чтобы там же, на этом сайте, что-то продать. Три миллиона просмотров. Как у них тоже дерево. Так, это мы в прошлый раз проходили. На прошлом вебинаре проходили. Все-таки согласитесь. Питере, Питере. Маньчжурцы. Это вам не хухры-мухры. Мы все равно развеем этот миф. У меня этот самый, идет сейчас, идет сейчас, каждый день. И даже сейчас. То есть, на вебинаре никто не заглядывает. Многие там. А есть на этом, в этом самом, в WhatsApp тоже канал. Содоводство по железу. И доказывают все. Молодцы доказывают. А у нас ни черта не росло, и расти не будет. Вот. У нас не хватит того. У нас не хватит этого. У нас сильно холодно, у нас сильно влажно. У нас это раннее, у нас поздние заморозки. У нас в январе дожди, и все прошло. Но говорю, это, хотя, ну как сказать, вряд ли все меня верят. Но я же так просто обещаю. Вот. Ранний. Вон в холодильнике поздний. Вон средний. Морозовикость разная. Даже в этом бае понамешано 5-10 кровей. Вы знаете, да, с Дальнего Востока бае. Но он с соседей, это его давно уже все перепылили, чертой матери. Не зря же он сверхраним стал. С чего ради он стал сверхраним? Когда у него вроде бы ни одного предка сверхраним нет. Сади, покупай сотню, две-три, посади. Посадил через полметра, через год, через метр. Еще год, через два метра. И, наконец, в трем. Пусть и сотни, двадцать будет. Но ведь они будут вот такие вот. Ну и такие, как Питер. Ну вот же, Питер, этот же. Мой манджуриц. Ну ладно, долго листать, долго листать. Вот. Долго листать. А я листаю, я листаю, долго листаю. Вот. Смотреть не могу. Это же купить такой саженец. Кто продает? Думать же надо. А их так и выращивают. Считается у них вот такая должна быть эта форма. Вот. Вот этот снимок. Тоже как кровей понамешано. И там понамешано, и тут. Что, думаете, когда-то мечтали об Абрикоса Брая в Сибири? Да, у нас микроклимат. Да, и в таких микроклиматах у нас по Сибири несколько миллионов дач. И что теперь? Несколько миллионов вот таких фотографий вы найдете? Или хотя бы вот таких? Или хотя бы вот он, Питер. Идем дальше. А, проходили, читали. Ну, это мой триумф. Вот это вот питерское результат. Это мой триумф. Соболевский, оказывается, у живых нет. Больше всего хвалил Фаина. Ну, ладно, что теперь? Царство ему небесное. Жаль, не успел познакомиться. А у него была хвалимая, получается, Фаина, он ее хвалил. Не успел, не успел. А это, видимо, явно наш человек. Ой, сейчас это, застрелюсь. ВК. Вы. Ой, мне знаете, что надо встать? У меня уже... Я инем начал покрываться. У меня так сильно... У меня так сильно шумит этот самый кондиционер. Сейчас, 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 сейчас. Вот. Секундочку. Так. Я сейчас выключаю. За секунду занят. А, посмотрим на часы. Привычка после первого часа делать первое, 57 минус. Вы еще не все последние разбегаетесь. Нас и так мало. Уж терпите. Вот такие вопросы. Ну, наверное, не только для меня и ссорим еще. Все, я на кухне. Ну, буквально 3 минуты. Я торопился и холодной воде налил. Сейчас я подогрею чай. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. , спасибо. , спасибо. Спасибо. , спасибо. 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 , спасибо. , спасибо. , спасибо. . Спасибо. , спасибо. . , спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. , Спасибо. А на виду Валерика Стив static. Нет, нет. Тогда кого? Так вот. А она то ездила в Среднюю Азию за вот такими абрикосами. А почему? Там тепло. А в Сибирь к Жализовне? Она не поехала. Про меня знала. Иначе бы не написала про небезызвестного садовода из Сибири. Ну, а дальше присвоила право считать . Сибирская абрикос – это херня. Ну, это я перевожу на русский язык. Ну, не вред от нее. наверно вред так вот привозит она допустим оттуда киргизия тазикистан узбекистан зачем вот только не стану вот такие виде костик или серенков и в данном случае речь идет о пыление в виде кости вырастила скрестила такая еще на стадии выращивания просто замерзнет чертовой матери вы понимаете почему тупик почему не тупик по железу по мичурину вегетативной гибридизации причем получилось что как-то получилось что у меня лучше результаты чем у него были возможности больше это что вы сами понимаете знаете как я делал мировые открытия очень просто есть и закручаю значит там берет это самое посчитаю сколько там этих самых микробов или бактерий в одном кубическом сантиметре и у него получается на это нарастает гомос на за допустим за тысячу лет на один сантиметр полтора тяжелейшая работа а ваш покорный сургозелезов копает обыкновенную ямку небольшую под подкрутами и достает черепки а уже известно когда сколько заранее леса сколько лет этим серенкам черепкам ну это битая керамика а рядом с этой дорогой гробокопатели сотрудники новосибирского института археологии я их называю гробокопатели отношу серенки до 2000 лет но чего у меня не было я беру пишу фото значит фото можете подъедить прямо сейчас фото разрез почвы разрезе через пять минут мне ясно все о чем нам говорили за пять минут имея информацию который не имел закручаю то есть за пять минут десять пока не сотни две просмотрел а не подряд все и красно господи прости на самом-то деле никаких миллионов не было и появление человека из мыши идиотская эта самая придумка вот чтобы только это самое убивать людей иметь право это значит бога нет так вот 10 тысяч лет назад ничего не было 10 тысяч лет назад под этим тонким слоем вот такие вот еще 10 сантиметров тысяча может быть даже меньше 300 100 почему трав стой маленький леса не было то есть вот и таких да украинских сенозелого 2 метра но там же когда человек ехал на лошади по гоголю когда-то едет на лошади по украинской степи широкой да вот и там написано было что его трава скрывалась вместе с сантиметр образовался за 300 лет за 200 лет но все равно за это просто быстрее нарастал слой и все равно за 10 тысяч не выходит открываем библию сотворение мира я люблю прикалываться я не люблю науку которая говорит так и только так а под этим черноземом вот этим вот и плодородным слоем идет глина я открываю что такое глина осадочная порода образовавшийся от скалы от скального этого самого а где они из-за этих тысяч лет успели мамонты родиться родиться и вымереть ну дальше не буду говорить вот почему я так говорю потому что студенты школьники их надо первое приступил институт особенно на биологию первые слова учителя любого им когда-то так первое-то внушить для них курсы по повышению я сам провел бы лекцию я почитал прошлом нет хотя бы с таким как сана хотя бы этим самым аспирантов не дети не верьте ничему что я сейчас скажу это только версия это только вариант но пусть это работает пользу бога мы многого не знаем но то что десять тысяч лет назад не уже не было никаких этих самых до этого ни хрена кроме скальной породы что вы мне это скажете намерите я почему это говорю потому что мой вариант он имеет право на жизнь потому что я еще раз говорю это когда мы получаем качество подвоем с помощью паревое за счет инфицирования а человек не поверит а результаты то есть а ведь они не замерзли и вы именно вот эти инфицированные абрикосы в этом году я десяток фильмов снял десяток каждый день почти снимал снимал и не взяли падали взяли показывал остатки прививок пытался доказать потому что никто больше не докажет сертифицирование улучшает качество пузов перешли туда гены перешли когда-то это станет нормой не знаю совинища под него пойдет или кого я так просто взял привез с юга этот самый опылил и теперь здрасте маму девчон папу замерз маму сколько над этим бились где абрикосы в ваших садах у вас сотни научных утверждений где абрикосы сколько рассказывать я и этот самый вот и байкалов два один профессионал один любитель привезли нас обоих позвали с этими докладами московской международной конференции вот тогда хоть один человек меня верил в царство небесное верил в этот самый редактор представительного хозяйства один из так сказать этих член другие меня не знали но она организовала мои приезды она организовала эту самую чтобы меня пустили без абрикосов без проверки доклада было было привезти все ни одного плода не привезли 200 организаций ни единого плода скажите обои не собирались как не собирались ведь гроздья, гроздья, гроздья с вишен отборных вот тут впереди планеты всей а абрикосов нет ну и чего допустим вот просто вот человек пишет я без специального образования опыление с соседними культурами а я не скрываю да вот и здесь это есть но отрицательную в наше время вот когда минуя нашу науку выгадать чуду какому-то чуду Максим как его фамилия то Никитин вот доказал что вот именно вот это я перевожу на рецептинговизацию реально хотя он не ее имел ввиду просто так получилось сапава по времени так так он и говорил формовой плодовый сад еще одно предательство искусственное создание форм деревьев процветало с незапамятных времен да а дальше история 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 вот больше пол гектара вот и вот эти вот формы да форма помета сетчатый кордон это чтоб вы знали что существует это сумасшедший кроме сумасшедшего дома есть еще его филиал вот он полупавильон форма полупавильон вертикальный кордон помета горизонтальный кордон пирамида вот и не дай вам бог еще этим заняться вот они формы эти видите вот а мне прислали прокомментируйте и вот это должно говорить красиво 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 но дело в том что тут есть одно подлое слово плодовый сад это значит что если вы будете поддерживать такую форму вам каждый год будет надо делать скажем несколько обрезок потом несколько десятков наконец несколько суть какое дерево это выдержит вы должны раз навсегда прекратить я понимаю это я не знаю для чего собакам хвосты обрубают уши как-то с ними еще с ушами что-то делать наверное делают их еще и симпатично я бы за это морду выбил вот кастрируют удобно а че ну пусть коллега живет в доме ну че дед не знаю будет ли этот коллега засидеть вас от бандитов вот этого я не знаю будет ли от бандитов ну то что делается в садах это ужас тихий я это называю еще вариант я и так и так смотрел ведь кто-то ж это придумал вот бывают такие вещи даже дают эти свидетельства о регистрации изобретения посмотрите металл 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 отсутствие этого самого дерного слоя а ведь это дерево ведь кому-то это кажется красиво я покупал нынче 140 а помните мы проходили результат неплохой со 148 и 90 дальше продал и просто никого обеспечил знакомых обеспечил но мы это проходили у меня в питере пятый год подряд плодоносит мадурец которая выросла из ваших костей в этом году уже посадила новый абрикос в свои кости спасибо за все вот он настоящая селекция вы понимаете для меня такие письма это дар небес это чудо это значит что я не зря жизнь прожил теперь в питере 5 лет росло не сгнило ну наверно садила по железу сами понимаете что значит садить по железу не выприла дала урожай посадили косточки получила посадила теперь так что же им сделается то спрашивается то ну а меня все по морде здравствуйте Валерий Константинович приобрел у вас 5 костей манжурского ореха прошлые осенью посреди персиков абрикосов слив вишни посреди это плохо посреди так получил высокую схожесть абрикосов слив при эстетификации костей условия погреба по сравнению с отрягацией в холодильнике сейчас вам кое-что скажу от себя добавлю я учусь я не стесняюсь я учусь на бегу та партия приобреталась с ранней весной 23-го года трансфикация погреба проводилась в коветах с песком накрытых страйч-пленкой вот только непонятно манжурский орех пораз 1 из 5 но у него почти 5 из 5 персик 2 из 10 ну это реально трудно сходит вишня боднара скорее всего черешня 3 из 10 высадил растут хорошо абрикосов слив 80% во все невзошедшие кости подготовлены на повторную сертификацию на второй год поскольку увидел повышенную схожесть у вишни с окнами скорее всего неправильно с окнами скорее всего с генами черешни да закупка весной 23-го года буду еще и закупать осенью и манжурский орех да и небольшой рощи 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 места хватает еще перших крупноплодные абрикосы для формировки плодовых плачев беля это привык эмурских саженцев еще не очень хорошо получаются черешни боднара и во второй партии схожесть низкая надо разбираться с причинами потом включаем следующую партию на осень 24-го года в целом взады позитивные продвигая идеи на севере белоруссии так ну что русские белоруссии братья навек давайте сейчас попробуем с этого какой-то пользу так прицепляюсь словам небольшая роща возможно это будет роща сродни санатория вот не проверено ничего ну то есть получается что если там 5 деревьев а они вырастают огромные манджурского ореха деревья под ними возможно особый климат для лечения особых болезней каких для меня просто я стараюсь быть объективным лишнее не выпячиваем итак если манджурский абрикос якобы помог якобы якобы помогает от обхолей хотя бы профилактика так то раз еще имеет вот такой список лечебных полезных свойств это и листья это и мякоть внутри это и мякоть внутри скорлупы это и в разные стадии там допустим в общем все это лечит делается много разных вещей то в целом если под априкосом деревом поставить лежанку так кресло столик для игры этот самый бильярд для игры этот самый карты шахматы а амазурский орех и опять вот такой список и опять тут уже молотов еще от сахара окажется от сахара это же бич вот столько сегодня мне сказали умерла женщина я тут же легочная болезнь забыл какая ну Даша Сайногорская ну вы помните я говорю почти нет вот сколько лет 60 один раз легоча наверно после коронавируса нет диабет а что если бы она проводила месяцы и леты под деревьями на которых которые сделаны которые выращены из ланджирских орехов из абрикосов и косточек а а может взяла бы сейчас как вы думаете на шелковице вот сейчас все собираюсь эти нарвать хоть и жалко дерево листиков нарвать на всю зиму и так же буду каждый день запаривать и лечить свою эту повышенную сахар а я помню этот случай ноги же отняли ну ладно бы у кого-то там знаете как а когда у моего родного отца отняли ногу диабет и он умер но я не мог быть умным тогда еще вот сейчас я не дал бы ему но это кто-то другой должен из молодых уже знать как стариков лечить то что толку мне 74 года и одно дерево шелковица а может быть после этих бонастойки или может быть если бы была уже шелковичная роща и там может быть люди бы не болели или выздоравливали а? вот меня навеяло мальдульский орех для небольшой рощи я вспомнил и про орех и про мальдульский абрикос и про шелковицу и уже забыл про чё вот это я хотел это очень важно очень и очень важно ну и что я скажу сегодня я еще полмей стал да прям у меня на родах я разговариваю все добавим и обошли его сад стесняются страшно не снимай все все эти груши растут лучше чем яблони у него лучше чем слива лучше чем наприкосы это не груши это прям сказка какая-то это сказочница вот это раз мы любовались вот первое уже мягкие еще на деревья уже не сможет вот тебе это самое рюкни меня угостил ладо угостил и белоран не угостил я говорю у меня точно такие шли у меня это урожай я же показывал фотографию урожай у меня такой нет ты съешь а потом шли 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 а потом он мне отдает еще косточки этих самых вишни руковской она феноменальна вот как бы это ну запретил фотографию запретил снимать фильм походили час целый сегодня вот сейчас я к чему скажу сейчас пометлю вот и вот она а ее так птицы любят и у него еще они висят уже крупная такая чисто южная а я виноват что я когда-то двадцать лет назад двадцать пять приехал еще раз на украину сколько меня мордой тыкали что все это ученые это все ученые вот на украине все сановоды и любители имеют что у наших ученых и не снилось и вот сад мой дедовский сад вот я этот самый не буду говорить название этого этого села оно разбомблено оно разбомблено там могилы оно разбомблено так вот значит мирное еще время это было лет двадцать пять назад я подхожу и говорю здравствуйте здесь был дом моего деда и моих родителей вот я говорю и показываю я показываю это все вот а у него уже новый дом стоит я говорю вы знаете мне нужно на память срезать несколько черенков да пожалуйста вот что мне понравилось это и подтвердился и занимаюсь своими делами вот я срезал несколько черенков вот этой вишней и у меня получилось вишня крупнее то дерево я на нем сидел не раз оно еще заползло на крышу на крышу дома и я с крыши дома еще ребенком собирал а она все живо-живо измельчало а у меня прививка вернула ему вот эту крупность и вот эту крупность мы пробовали ай ёлки-палки он еще мне знаете как сказал вот видите птица прилетела там их оставалось два десятка плодиков упустил еще один год все некогда никто себе не даст возможность заниматься чистым садоводством так вот значит отборные плоды мы их ели-еле-еле ели эту вишню жуковскую да сегодня а потом он мне отдал их ну наверное костик в тысячу нет это он мне степной дал костик в тысячу говорит забери выбрасывай жалко вот а ну это степная ну это завалятная это как любви а именно костик в 200-300 он мне отдал я его тут вытащил извините за такие подробности я вот уже вытащил три бумажки по тысяче рублей и сказал а это ценность необыкновенная я не могу у тебя брать подарок он бери подарок не буду оставил я три тысячи и увез оттуда за штук 300 кусочек жуковской вот так и тогда уже прощались возле машины я говорю слушай а и вдруг он говорит а я себя себе прогоставил я говорю ну что ты будешь делать я выращивался я говорю вот прекрасно вот Сергей ни одной не вращивает как ни одной я говорю я только на продажу как не вращивает говорит спрашивает спрашивает у меня этот самый Чернобаев Леонид вот так а его люди трясут ну почему посиди 12 часов на кране а потом иди по работе питомники вот понял понял тогда я ведь ему выращиваю да пожалуйста он эти с удовольствием возьмет пожалуйста вот так мы поговорили по делу раз имею я право так говорить имеет ли право Сергей продавать саженцы когда веточка четверть века назад была привезена мною и она пошла по Сибири не только у Чернобаева поняли это моральное право меня я хотел ее назвать имя собственно дед но не стал мол не имея морального права вот а мне кажется имею и так Вишня Жуковская теперь будет выращивать и тогда я задал тот самый главный вопрос ребята главный знаете как я говорю слушай у меня многие пожаловались плохо всходят хорошо одна две три многие она говорит у меня прекрасно взойдет всходят как я говорю ну тогда давай ключевое слово перед самой самой зимой садить просто садить и все и прекрасно всходят а ведь он то мужик серьезный а ведь он то это у него то старше то он такой же лимитер как я у него старше то 40 он же мой мой возраст у него 40 или 50 лет вот так вот и вот так мы учимся друг у друга понятно вот и беларусь тоже надеюсь меня слышат вот вот продвигаю идею косточковых на севере беларуси не так там все хорошо а а мы это а вы какой я получил в беларуси ответ браво мне да мы это это я лукашенко дарю книгу 20 дисков вот еще много чё целую посылку отправил благодарим Валерий Константинович подпись замминистра сельского хозяйства вот у вас все прекрасно вы двигаете какое-то значительное садоводство а у нас регламент перевожу как калечили мы с вами не согласны ну дальше переводи на русский на бытовое как калечили мы деревья так и будем калечить раз а потом я после этого обиделся и взял и набрал водопитомники в Беларуси а там фотографии а они все из интернета что же вы ведь продаете а? а потом начинают крикать оказывается санкции везут из Польши а продают как белорусские а это одно и то же или нет а может быть лучше сибирские даже ближе бы пошли лучше бы пошли так полтора часа прошло это я вам рассказывал помните это человеку порекомендовали не моя тема человеку который занимается виноградом порекомендовали вот это использовать при выращивании винограда вот как мы любим это тогда виноград дешевле купить правда в магазине все равно что отравится что тот отравленный что этот что тот будет стоить там 300 рублей килограмм что здесь этот еще дороже будет стоить если закупить все это в землях что ли то я повторяю Валерию можно груш шлиф черешья вишни семян штук по 100 перешли в 7000 схема адрес те же дальше он пишет это же уже получается не первый раз абрикосы взошли хорошо высотой 20 см ну и письмо это не свежее ему уже где-то с месяц то есть наверно они уже и 30 и 40 см то есть человек мне поверил абрикосы взошли теперь он у меня хочет груш подождать надо груши на грани созревания жара слив подождать надо черешни готовы вишни готовы семян по 100 7000 ну чё ждём когда всё созреет у меня есть правда это самое вот так это не для него ему надо было свеженько то есть ну что называется дерево урожай 24-й год а вот урожай смотрите 22-24 вот и человек наверное за лето человек 20 у меня заказали польстились так я и говорю польстились что любая семечка котика 15 рублей не 20 не 25 и не 30 а 15 вот и соблазнились и человек 20 у меня купили они поддержали меня в это трудное время знаете чтобы отправить в Красноярск к женщинам у которой нет никакой работы и ничего нет и не пенсии вообще ничего я про нашу любимую Юлию Сергеевну вот мне пришлось оплачивать все это и сейчас платить и не только мне так вот поддержали те кто купил вот это я вам очень благодарен вот и сами выгодали почему потому что это все идеальное хранение и они взойдут как ни в чем не бывало и стоит 25 года теперь так уточняю сейчас сухие это понятно вот остались крупноплодные вот они ну они не раскупили что виноват вот вы виноваты дешевле 15 рублей за королевские паи фаины ого так ладно вот это все Артемы Амури Манджурцы Затбери Северторинцы есть сейчас 15 рублей почему все это я говорил 1 августа заканчивается льгота а дальше что те по 25-30 что вот эти залежавые по 25-30 потом я ну еще кое-что еще кое-что и вишни есть черешки есть мусульская груша есть нарядная фима есть манджурские орехи есть ассати пианиста есть и наконец здесь написано скидки до августа но я взял и сказал себе я сказал себе пусть осталось дату поставить надо еще месяц подержаться еще месяц а сейчас мертвый сезон последние 7-8 дней ни одного заказа до 31 августа бывает по-моему ну ладно до 30-го до 30-го августа еще месяц можете ну я знаю что от вас откликнется от силы одессе которые ни одного я уже не первый раз это рассказывал сроки продлял так что вот так наверное нам надо закругляться еще полчаса комментировал никогда не покупайте это не для любителей что что такое карликовый подвой копайте железобетонные столбы распоните на проволоке вот и тогда у вас будет карликовый подвой яблонь вот обойдемся сеянцы корневые отводки яблонь лучше эти карликовые подвои когда палка втыкается в землю и обрастает корнями понимаете в чем подлость еще раз скажу если эта палка от сибирки да взял отрезал палку от сибирки этого добра в гох хоть мерет отрезайте у нас все сады все леса заражены сибиркой воткнул обросла корнями привил не прижилось сибирка проклята наукой как непригодной тогда что получается чтобы яблоня вот она карликового подвоя была значит карликовый подвой должен был из чего из неморозостойкого культурного сорта вот тогда совместимость будет полная и сдохнет извините при первом аномальном морозе нормальная песня что мне делать остановился на этом это из тех которые уничтожают сады причем с такой искренней надеждой что он прав но я считаю так на сегодня достаточно пусть полтора часа прошло вот и у меня вообще не то здоровье яблоня потому что я когда начну рассказывать вам заболевал придется что он сейчас будет творить вот а чтобы хотя бы это смотрите яблоня 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 вас будут учить что с ним делать все и единственное еще вот я просто самый какой-нибудь важный чуть-чуть полистаю просто полистаю у это мне подарили такой бот сказали потомки поймут ладно вы наверное еще узнаете что вот это статья о персике последняя тема статья о персике клон реализован на немецком языке Артем Семенченко 20-21 год талантливейший житель Харьковской области сейчас он замолчал а может молча слушать наши сейчас я стараюсь не афишировать своих друзей на Украине вот просто молчу и тогда получается что вот эта статья на немецком языке некий на украинском опубликована Украина ее видела на русском семь дач отказались публиковать вот наши но зачем зачем им нужно чтобы страна знала что самая настоящая в мире персик и самый культурный из этих сельцев это хасанский клон жереба вот а вот и целая статья но к огромному моему усыновению на русском не нужна а кто побеспокоится на немецком языке а а как сделать чтобы она вышла на немецком может хоть они обратят внимание может быть клон железово персик асанский триумфальное шествие по украине у нас не может быть такого по двум причинам почему потому что во первых у нас холодно холодно во вторых потому что надо спираем штамп приделать изувечить чтобы наверняка сдох поэтому у нас это никакого шествия по России нет отдельный успех кто сделает вот эту статью скажите друзья а вдруг и что интересно среди нас есть не только инсана как это самое стипендианта потом этот самый аспиранта потом кандидат наук у нас таких несколько а вдруг какой-то связи есть да бог с ним с этой с гонораром пусть выйдет это очень важная вещь это прославление нашей России да это прославление России вот все началось вот с такой веточки вот с такой вот все уже об этом знают хотят это самое замазать достижения хотят а там это на запад ой на Дальнем Востоке персик хасанский полно ага полно сейчас в Дальний Восток стонет и железо вы вышли косточку все выговорился в караул не получается через науку ведь есть же люди которые связи они академики они все но их нет и не надо некому прославить наше это самое наше это самое то